добрый день или вечер дорогие друзья салум алейкум азизлары ну вот сегодня мы решили приготовить плов вчера мы варили готовили вареники с вишней манты приготовили немножко всего понемножку сегодня доели вот на улице как всегда жара мы под кондиционером еще никуда сегодня не выходили вот решили сегодня отдохнуть подумали подумали посмотрели в холодильнике что у нас есть и мы решили приготовить плов моркови у нас сегодня желтой нет уже поздно идти бежать в магазин поэтому у нас здесь полкило красной моркови тут у нас мяско есть вот эти три кусочка соленые а вот это вот всякие жилки собрали мы их не выкидываем когда мясо обрабатываем на манты на фарш вот эти жилочки брошу они хороший вкус дадут здесь у нас горох рис у нас сегодня 500 грамм немножко изюма жменька горький перец и паприка ну и конечно соль чеснока у нас сегодня тоже нет так что мы сегодня хотим друзья приготовить плов очень на улице жарко сколько приблизительно ты сегодня выходил 37 37 ну 37 но что немножко успокаивает повсеместно в россии тоже везде идет жара кто не пишет все говорят жара 35 36 до сегодня даже вот шаргуль написала нам говорит жарко стало но терпимо терпим терпим очень жарко у них стало я думаю когда мы вернемся уже будет прохладнее да в москве какая жара жарище говорят невозможно завтра у моей дочке рано день рождения так что поздравляем рано поздравляю тебя доченька с днем твоего рождения ну что тебе пожелать здоровья долгих лет и всего всего хорошего что у тебя есть чтобы у тебя внук рос чтобы у тебя еще внуки были чтобы твои дочки были живы здоровы и затья зятья были как говорится своем здравии вот у тебя зятья очень хорошие как говорится по сегодняшним меркам зятья хорошие вот не пьют не курят не дебоширят все у них нормально работают хорошие ребята им тоже большой привет моим внучкам тоже большой привет завтра вашей мамы день рождения ну и я присоединяюсь поздравляю рано с днем рождением счастья здоровья добра всего самого-самого хорошего желаю как пролетело время как будто вчера принесла маленькую девочку с роддома я а теперь уже вот энное количество лет моей дочке как летит время очень все как-то это быстро пролетело время как будто бы один миг а вы в то время в роддом на скорой помощи вас забирали или вы сами пришли или у вас как как это машину как это было наверное сосед на машине отвез тогда машин мало было кто-то подъехал отвез да я же ее здесь на мангане родила во втором роддоме роддоме родила . она это в центре прям до вторую дочку я родила на воле центральном роддоме тоже в центре сейчас центр матери и ребенка что-то такое я проезжала читала ну одного из старших сыновей родила в кукумбай там было четыре кровати и на одной из кроватей лежала я и роды у меня приняла кушетка я такая еще наивная молоденькая спрашиваю а у вас врач будет и одна женщина подошла с другой у одной правда одноглазая была санитарка с одним глазом царство и небесное вот их уже давно нет вот говорит мы врачи и так они легко приняли роды вот второй сын у меня родился в турокургане такая география я вам рассказываю в турокургане родила его за мостом еще один сын у меня родился шукрат он у меня родился в микрорайоне советском районе да так советском районе сейчас давлатободский район и алишер тоже родился ты советском районе в том же роддоме да вот уже этих врачей нет царство им всем небесное очень хорошие были врачи гинекологи которые меня очень хорошо принимали на хорошем счету я у них была хорошая мамаша была так что людмила александрова тоже была молодая у нее рождались дети и все 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 плохое хорошее все уже позади все как говорится осталось за плечами прожитых лет друзья да ну что я буду чистить морковь ну вот друзья начинаем готовить плов плов я готовила много раз на канале но каждый раз как первый раз сегодня у нас морковь красная сегодня у нас мяско присоленое вот еще и зира есть в этом мясе и вот такие вот жилочки вот сейчас готова готова у нас масло господи благослови без миллера вот такой сразу же запах приятнейший самое главное смотрите сейчас мы будем выходить сделаем потому что это нам надо сделать корочку запечатать да это мясо я пленки я получу просто так под морковь оно даст свой вкус ну сегодня мы чуть-чуть по другому методу по-своему вот как нам нравится специально с соленым мясом ну да если я сейчас мясо это брошу пойдут брызги это мясо у нас не поджарится да 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 это кочевой метод и немножко моркови моркови нас для вкусов и мы бросим за другие ингредиенты да другие ингредиенты самое главное чтобы казан нагрелся масло согрелось мясо подрумянилось и лук придал как говорится мясу и масло дал свой вкус в том числе и морковочка а уже запах какой хороший пошел вот так вот закрылась вот сейчас изюлы вот так вот вот так вот если изюмель и изюмель и и и в и и они и и Вот так на глаз кидаю соль. Сейчас я кину горького перца. Вот так вот. Мы любим погорче. Это перец очень такой, большой фракции чили. Чили-перец. И здесь мы бросим немножечко паприки. Всё. Вот так мы накроем. И пусть оно у нас томится потихонечку. Томится оно у нас будет где-то около часа. Потому что у нас есть плёночки. Эти плёночки должны дать вкус плову. Сейчас чуть-чуть закипит, немножко убавим. А потом? И пусть оно варится потихоньку. Всё. У нас всё готово. Пошла уборка. Да. Лис сейчас мы замочим. Рис мы замочим. Сейчас я рис принесу. И мы его замочим. Рис у нас 500 грамм сегодня. Я перешла на рис алангу. Постоянно готовлю. Потому что я его беру в магазине. И он мне как-то внушает доверие. Понравился. Понравился. На базаре покупаешь. Иногда купишь хороший рис. На следующий раз пойдёшь. Скажешь. Давайте мне тот рис уже другой дадут. Поэтому я решила брать алангу. Пока что. Маленький плов. Пойдёт аланга. Да. Всё у нас варится. Всё у нас здесь достойно и хорошо. Ну вот, друзья. У нас всё готово. Зирвак наш проварился. Сейчас я полотенчик могу. Рис какой хороший. Рис у нас постоял в водичке. Зирвак мы варили где-то 50 минут. Сейчас я попробую на соль. Ну, для приличия вот так вот брошу немножечко соли. Чтобы, как говорится, не было пресным. Но зирвак у нас не пресный. Зирвак у нас красивый, хороший. Вот так вот. Вот. Самое главное, кто вот, например, хочет у меня посмотреть, как я готовлю плов. Вот. Я хочу вам рассказать, друзья, что я не наливаю наверх воды. Если я сейчас налью наверх воды, то у меня рис получится мягким. Типа кашу. Да. Поэтому я этого не делаю. Сейчас вода сама с маслом поднимется наверх. И рис у нас будет париться. Вот. Вот так я накрываю. Чуть-чуть. Прибавляю огонь. Накрываю на минут 7-10. Потом мы еще раз перевернем и закроем плов. Сейчас он напьется. Водички нашлись. Вот так все просто в жизни? Да, все так просто. Вы представляете, мама Люся, сколько блогеров я вот смотрел. Ошибка некоторых. Нет. Они прям так вот, прям вот замудрены, что человек с ума сойдет. А у вас вот секундно и все шикарно. Ошибка тех людей. Не хочу никого обидеть. Все варят плов по-своему. У каждого свой метод. Но ошибка многих. И когда-то и у меня была эта ошибка. Что мы когда видим, что на поверхности нет риса, нет водички. Мы тут же начинаем подливать. Здесь мы делаем ошибку. Так. Подлить мы можем где-то плеснуть водички тогда, когда уже вот оно пропарится. Сейчас рис. Вот. Сейчас мы его через 7-10 минут откроем. Я посмотрю. Своим зорким глазом. Если же водички нам не надо, то мы ее добавлять не будем. То есть вы уже просто чувствуете уже? Да, я ее просто чувствую. Вот. Все. Вот. Вы посмотрите. Воды не было, а вот. Видите? Вот она вода. Вот она вода. Закрываем и уходим. И уходим на 5 минут. Да. 7 минут прошло. Наша водичка. Рис выпил водичку. Воду мы добавлять никакую не будем. Ружья. По какому методу, мама, вы определили? То, что чуть-чуть бухает, да, как бы? Да. Слышно снизу, что есть. Вода есть. Вот она вода. Вот она вода. Видишь? Да. Сегодня воды многовато. Даже многовато? Да. Казан-то новый. Ага. Да. И, понимаешь, риса у нас сегодня мало. Если в тот раз я, когда приходила Рано, я варила 800 грамм риса, вот. То сегодня у меня 500 грамм риса. Ну, мы же все вместе. Сегодня мы вдвоем. И, во-первых, поздно, если соседям дать. Соседи уже спят. Вот. Поэтому вот так вот, друзья. Вот, посмотрите, мама, какие крупненькие. Прям как ризот. Вот, знаете, такие вот итальянские. Ну, вот такой вот хороший у нас рис здесь. Алангар. Да. Очень хороший. Я вот так делаю дырочки, чтобы быстренько-быстренько ушла вода. Вот. Сейчас она, вода уйдет. Вот. Еще минутки три, и мы будем закрывать воду. В открытом состоянии, да? В открытом состоянии. Здесь сейчас, когда воды немножечко многовато, здесь надо это регулировать. А я вот видел людей, которые, понимаете, три раза переворачивают, три раза по пятушке воды доливают. Мне так интересно, правда, было. Не знаю я, почему так делают. Ну, это их метод, видимо, да? Да, но я так не делаю. Видите, у каждого свой метод. Вот, я все делаю на глаз. Как пойдет, так пойдет. О! Чуть-чуть перчика положила. Еще, да? Да, ну, немножечко, да. Можно еще зиры бросить. Бросить зиры, нет? Ну, давайте, хотя у нас мясо в зире было. Мясо в зире, но... Мы специальным методом мясо отмачивали, солили с зирою. То есть мы так любим. Сейчас, потому что жарко, а я хочу вам сказать одну вещь. Зира предотвращает старение пищи. Может, я неправильно высказала бородки? Консервирует ее. Да, консервирует. Если вы, например, сготовили картофельный соус и добавили зиры, и у вас в холодильнике нет места, я думаю, что может простоять в казане. Вот у нас стояла в жаре, еда с ней ничего не было. Ну, то есть зира – это природный консервант, обеззараживатель. Вот, смотрите, вот так вот я никого не хочу учить, я просто показываю. Сегодня у нас плов довольно-таки коричневый будет, потому что... Как чайханский, да? Да, потому что у нас немножечко хорошо прожарился лук. Вернее, я немножечко его прошляпила, но это даже к лучшему. Вот, все. Мы сейчас закрываем лук. Делаем дырочки. Там у нас еще мясо доварится за эти полчаса. Горох дойдет и изюм дойдет. Вот так вот. Все. Вот видите, вода, пока я ложку взяла, пока я дырочки сделала, вода полностью почти что ушла. Все. Вот и все. Господи благослови. Бесмилля Рахман Рахим. Мы закрываем лук. Все. И на сколько минут? Ну, 25 минут. На маленький огонь? 20-25 минут сегодня хватит, потому что воды чуть-чуть было больше. Угу. Поэтому достаточно. Ну, все. Встретимся, когда будем накладывать плов, друзья. Вот я перевернул вам плов. Вот видите, я специально... Почему мы так делаем, друзья? Вот, что ничего не подгорело. Сто процентов видно. Вот, мама, теперь вот так вот. Давайте мясо отсюда возьмем. Берите отсюда. Вот так вот. Вот. Я вам сейчас покажу казан. Вот, вот они. А это вот специальная жвачка. Угу. Так мы любим. Угу. Тоже кусочек мяса. Вот. Сегодня у нас 500 грамм риса, 500 грамм мяса и 500 грамм моркови. Получился вот такой плов, друзья. Чудесный. Да. И цвет такой. Немножко сделали, потому что мы вдвоем. Угу. Никто сегодня не придет. Соседи уже легли искать. Ну, а мы сейчас покушаем плов и пойдем гулять. Пойдем гулять, да. На свежий воздух. Вот такой вот красивый плов. Вот. Будем прямо с этого есть? Нет, по тарелочкам будем ложить. По тарелочкам, да? Да. По тарелочкам, да? Ну, нам писали, вот почему вот вы переваливаете плов. Мы... Ну, это уже цепляются. Это уже, знаешь, сидят и делать нечего, и начинают цепляться. А так, я считаю, каждый волен делать все по-своему. Все по-своему. И как у него получается. Я считаю так. Все. Вот у нас салатик очачок, капуста квашеная, и вот наше одно яблочко осталось. Пожалуйста. Вкусненькое. Вот. Так что будем сейчас накладывать, да? Что сейчас тогда, будем кушать? Да, мы будем кушать сейчас. Ты включишь камеру? Нет, я так буду кушать. Вы ложечку попробуйте с этого? Скажите, как вкус? Я попробую ложечку. Да, уже сразу видно даже. Его даже не надо пробовать. Замечательно все прям. Причем на высшем уровне. Я же знаю уже сразу. Спасибо, мама Люся, вам большое за плов, за ваш мастер-класс. Это очень, я думаю... Друзья, кто садится завтракать, обедать или ужинать, вам приятного аппетита. Всего-всего вам доброго, всего хорошего. Ну, а мы, наверное, ролик еще не заканчиваем. Наверное, нет. Пойдем же гулять еще. Да. Так что снимем еще там, что природу, что да как, холодочек, чтобы нам отдохнуть. Нам приятного аппетита. Вам тоже, если вы садитесь кушать, вам тоже приятного аппетита. Варить тепло, это не трудно. Да вообще. Это даже интересно. Уникальный рецепт, мама Люся. Вот вы показали, все легко. Я же еще раз повторяюсь. Все очень легко. Я иногда смотрю некоторых других, да. Я ни в коем случае не осуждаю. Ну, так замудренно. А тут раз, 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 раз и все. И проблемы. Что я хочу сказать. Опыт приходит с годами. Да. Да. Когда-то мы варили плов по-другому. Вот. Рис заваливали и колдовали. Наверху была вода. И вот нам говорили, что два пальца воды должно быть. И три пальца, и пол пальца. Сейчас совершенно по-другому готовим плов. Вот. Вот для этого и нужна миграция. Для этого и нужно обязательно ездить в разные страны отдыхать. Да. Чтобы узнавать. То есть делиться культурами. Вот только тогда будет порядок. Только тогда будет порядок, да. Все правильно. Вот такая вот, смотрите, охлаждающая вещь. Да. Ценнейшая вещь. Отличная. Ценнейшая вещь. Без нее никак. Кстати, сейчас еще кушать. Давай тарелочки. У меня есть тарелочка. Давайте, хорошо. Дорогие друзья, добрый вечер. Ну что, спасибо огромнейшее маме Люсе. Приготовила вкуснейший плов. Мы поели пловик с салатом. Какая благодать, когда ты кушаешь плов и после плова пьешь зеленый горячий чай. Ой, настроение сразу же. Оно и так хорошее, но поднимается еще больше. Вот вам хочу секрет рассказать, друзья. Пейте зеленый чай. Причем горячий чай. И такой чай не в пакетиках, а вот просто 110-й чай. Покупаете и пьете. Ну, на крайняк 95-й. Я помню раньше в советское время, ну, потому что я-то родился, еще был Советский Союз. У многих людей, я вот как-то вот с мамой поехал в гости к одним людям. Ну, это я маленький еще был. И там дедушка один сидел, и он мне говорит, Алишер, это же 95-й чай мы заварили для вас. Видишь, это самый хороший чай. Мама Люся, а в то время 110-й чай был? Был, конечно. А чё ж тогда, вот так мне прям рекламирую лишь 95-й чай, такой вкусненький. Ну, это поелитний чай, а 110-й это чайханский чай. А щас же 110-й лучше, чем 95-й? Ну, я не знаю. Потому что я вот покупал 95-й чай и 110-й. 110-й намного вкуснее вышел. И крупные листья такие. Сейчас уже не поймешь, кого обнять. Ты видел чай? Да, да, да. По дороге в Ташкент. Но только, только смотрите, друзья, не в пакетиках заваривайте. Это то, что в пакетиках чай, это даже не думайте. Даже это фильтры пакеты, даже не надо. А вот просто заварили чай. Благо, вот у нас есть такая штучка, которой заварили чай, сверху накрыли. Как она называется такая вот? Ну, она как такая шапочка. Да. Шапочка. Между прочим, завтра я пойду, одну или две штучки куплю. У нас есть очень хорошие друзья в России. Обязательно этому человеку вышлю я подарочек. Прям комплектик возьму. Нам еще клеенку надо купить. Ну, это если это жара все-таки. Все-таки, наверное, мы все перенесем на осень. Да. Потому что сейчас очень жарко, тяжело, со здоровьем. Мы же не просто так приехали. Из-за здоровья же у меня же, что же, сильнейшая астма. Поэтому я выбираю такие сухие места. Задыхаюсь вообще иногда. Но здесь чуть-чуть получше. Сильно я так не задыхаюсь здесь. А вот в этом, в Москве, до такой степени задыхался, что невозможно даже пройти. Многие вот это... В парке такая тишина. Да. О, друзья! Выключили свет. Выключили свет. Так что все, ай-лю-лю потом. Так что, друзья, давайте подписывайтесь, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам желаем здоровья, счастья, добра и до встречи на нашем канале. Алишер и мама Люся. Пока-пока, друзья. Все, свет выключили в парке. И мы тогда пойдем отдыхать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok